Субтитры создавал DimaTorzok Фиг человеческих взаимоотношений И в прошлый раз мы завершили с вами раздел о том, как Пророк Салсалям относился к людям, которых постигли беды, несчастья, горе и так далее Мы завершили его Мы переходим с вами к новому разделу о том, как Пророк Салсалям относился к бедным людям, к беднякам Бедные люди, нуждающиеся люди, это в принципе большинство людей Поэтому этот раздел он очень важный В нем мы будем как раз видеть, прослеживать поведение Пророка Салсалям, поведение сподвижников Как они действовали, к чему призывали, как поступали И будем, как всегда, это все рассматривать с вами на наглядных примерах, на жизненных примерах, самое главное Непосредственно касающихся Пророка Салсалям и его ближайших учеников-сподвижников Итак, что означает, в принципе, бедный, да, или бедность в исламе Начнем, наверное, с этого В исламе мы знаем, что есть закят Закят это то, что обязаны выплачивать богатые, нуждающимся и бедным То есть это право бедных и нуждающихся из имущества богатых по определению Важно, это право То есть это то, что принадлежит по праву Потому что мы все знаем, что каждый мусульманин, имущество которого, если мы говорим про основную линию Про бизнес, или про драгоценные камни, или про активы какие-то Которые есть у человека, если они достигли НИСАБа НИСАБа это имущественный ценз И прошел один лунный год То этот человек по меркам исламского права считается богатым И он обязан выплачивать из этого своего имущества 2,5% Что является и закятом Если он этого не делает, то он не выполняет столб ислама Если он это делает, не веря в это, то он вообще отрекается от ислама И упасет на салах от этого Если он же не знает этого, иншаллах, посредством этих уроков он уже узнал об этом И мы знаем, что шариат, исламское право определило, кому выплачивается этот закят Это 8 категорий Я их сейчас не буду перечислять То есть, ну, мы все знаем, что первые две категории ИННАМА САДАКАТУ ЛИЛЬ ФУКАРА И ВАЛЬ МАСАКИН По-разному определяет эти две категории Тех, кто имеет право на закят Одни говорят, что факир Бедняк Он хуже по положению, чем мискин Другие говорят, что мискин Хуже по положению, чем бедняк У каждого свои доказательства Ну, если обобщать эти мнения То оно, в принципе, сводится к тому, что Во-первых, это все-таки две разные группы Одна из которых однозначная То есть, находится в очень плохом состоянии С точки зрения достатка То есть, живут в нищете, скажем, да В нищете А другая категория Ну, мне ближе Из анализа, что все-таки Факир Это хуже, чем мискин Потому что Аллах начал С ФУКАРА ЛИЛ ФУКАРА ВАЛЬ МАСАКИН То есть, те, кто живут Ниже черты бедности Нищие А мискин, это те, кто У кого есть какой-то достаток Есть возможность зарабатывать Какие-то деньги Где-то что-то подрабатывать И так далее Но он еще не достиг вот того уровня То есть, в ханафитском масхабе Ведет привязка И это практично К нисабу То есть, тот имущество которого Не достигло нисабу Он как раз относится К этой категории К категории Нуждающегося Он может работать Но в то же время Имеет право претендовать на закят То есть, там, где он собирается Централизованно Там, где он раздается И тому подобное Практично Теперь, по поводу нисаба Нисаб мы знаем По-разному определяется То ли с привязкой к золоту То ли к серебру Если говорить про Украину И непосредственно Наше духовное управление И здесь То мы определили нисабу В этом лунном году Это для тех, кто не знает С привязкой к серебру 8021 гривна То есть, это на самом деле Небольшая сумма То есть, из тех соображений Что в нашей стране Нету богатых людей И это более надежнее Для того, чтобы обязать тех Кто более-менее Ведет какие-то дела Занимается бизнесом Чтобы они чувствовали Обязанность перед теми Кто живет В более тяжком В более худшем состоянии Так, нисаб это 8021 гривна То есть, если у человека Бизнес-активы Составляет 8021 гривна Прошел лунный год Эта сумма Или более того То вот с этих активов Он, если очень коротко Там прям Два с половиной процента Он должен платить Закят Теперь переходим Непосредственно После того, как мы Разобрались в том Что такое бедность Кто такие бедные Нуждающиеся С точки зрения ислама Очень бегло и коротко Мы переходим К основной Скажем Нашей тематике О том, как пророк Салсалям относился К этой категории Людей Следует отметить Что пророк Салсалям Он всегда Излишек Того, что у него Оставалось После того, как он Обеспечивал свои семьи Он обязательно Это Выделял На нужды Бедных И нуждающихся Будет доволен Малах Говорит Пророк Салсалям Тратил свое Мущество На Свои семьи На свою семью Все, что Оставалось Он отдавал В качестве Садака И так же Передается Что когда Хейбор Был открыт Пророк Салсалям Пятую часть Полагающуюся Ему Хумс Забрал себе И Омар Сказал Что касается Хейбора Относительно Этого То посланник То есть Все, что Получили После Открытия Хейбора Разделил На три части Две части Он распределил Среди Мусульман Одну Часть Он оставил В качестве Содержания Для своей Семьи А все, что Осталось От Содержания Его семьи Он распределил Среди Нуждающихся Переселенцев И так же Известно Что пророк Салсалям Говорил Все имущество Пророка Является Милостыней За исключением Того Чем он Накормил И одел Свою семью Поистине Мы Нас Не Наследуют Такой Вот Хадис Пророк Салсалям При виде Нужды Потребности В лице Людей То есть Смотря на людей Когда он Видел это Кстати Очень важное Качество И будет Очень удивительная История Очень трогательная Пробуху Он Или по внешнему Виду Он Проникался Чувством Сочувствия Сожаления И помогал Джарир Ибн Абдуллах Говорит Мы были У посланника Аллаха Днем И пришли Люди Голые Босые Они были Одеты В такую Одежду Полосатую Немар Накидки Которые Были Сложены Возможно Из-за Дыр У которых Свисали Ножных Мечи В основном Это были Люди Из племени Мудар Или Из местности Мудар Валавали Или все Они были Из Мудар И при этом В виде То есть При виде Этих Людей Которые Были В ужасном Состоянии Пророк Салсен Изменился В лице То есть Ему Было больно Видеть Это Наблюдать За Этим Тяжелым Поважением Людей Затем Он Вышел Зашел И Велел Белялю Дать Дать Азан Дали Каму Он Помолился Затем Обратился К людям С проповедью А затем Зачитал Слова Аллаха О Аллах То есть Он Призвал Таким Образом Мусульман Чтобы Они Пожертвовали На нужды Этих Людей И Мусульмане Откликнулись Вышел Один Мужчина Он Дал Динар Вышел Другой Принес Одежду Вышел Еще Кто-то Принес Са Пшеницы Са Это Такая Единица Измерения Сыпучих Сыпучая Мера Кто-то Принес Финики Люди Начали Приносить И Прок Салсалям Побуждал К этому То есть Он Сказал Пусть Мужчина Принесет Из своего Динара Из своего Дирхама Из своей Одежды Из своей Пшеницы Из своих Фиников И пусть Даже Пожертвует Без шибкой Тамра Половины Финика Пусть Пожертвует И Передача Говорит И пришел Некий Мужчина С числа Амцаровцев С Со Связкой То есть Она Видимо Была Тяжелая Так что Эта Связка Мешала Его Руки Тяжелая И затем Люди Начали Идти Один За Другим Приносить Еду Одежду И Послан Николасу Целем Засиял Послан Николасу Целем Его Лицо Засияло Словно Оно Озолоченным Стало И тогда Он Сказал То есть Пророк Целем Сказал Мен Мен Санна Фил Ислями Сунна Тан Хасана Кто Ввел Ислями Хорошую Грехов Грехов Их Всех Имам Ислям Ислям Причина Его Радости Заключалась В том Что Мусульмане Откликнулись Проявили Инициативу В послушании Всевышнему Аллаху И начали В том Что угодно Всевышнему Аллаху И начали Приносить Свои Имущества Послушались Прислушались К призыву Посланника Аллаха Чтобы Удовлетворить Нужды Других Мусульман Теперь Хадис На что Указывает Хадис Основные Выводы Он Указывает На то Что надо Побуждать Делать Благое Также Он указывает На желательность Задавать Хорошие Традиции Но если говорить Современным языком Делать Тренд Такой Тренд Добрых дел Хотя у нас Гонка Всегда Потребление К сожалению Это Предостережение От того Чтобы вы думали Какие-то Неверные вещи Или то Что является Балталем Теперь Что касается Хороших традиций То они бывают Двух видов Это те традиции Которые в принципе Узаконены С точки зрения Исламского права Затем были Оставлены Так было Например В частности С То есть задает Тренд Вот если Объяснять Именно так На современном языке То есть Пытается Приобщить Общество Приучить Людей К этому Но делают То Важный момент То что Узаконено То что Установлено В принципе В исламском Праве Праве Это выводы У нас Шерха Ялу саляфин Из комментарий Это комментарий К Садам Праведных Пророк Саласалям То есть Видя Нужду Потребность Бедняков Он Проявлял Щедрость Проявлял Чувство Сожаления И вот Этот Интересный Случай Который Я вам Обещал Он С Абухурей Связан Абухурей Величайший Сподвижник Все его знают И он Демонстрирует На самом деле Быт Тонкости Быта Как они Жили Чем они Жили В каком Состоянии Жили Абухурей Радабу Довольно Милах Говорит Клянусь Аллахом Тем Помимо Которого Нет Иного Божества Достойного Поклонения Я Прильнул Своей Печенью К земле От Чувства Сильного Голода Абухурей Говорит Я Настолько Был Голоден Что Не Мог Стоять На Ногах Я Привязал Камень К Своему Животу От Голода В другой Версии Говорится Если Ты мог бы Увидеть Что Я Ползу Между Минбаром Худжрой От Голода Вот Вот Потеряю Сознание И Приходит Человек Или Проходит Человек И Наступает На Мою Шею Думая Что Я Сошел С Ума То Есть Это Абухурей Описывает Своё Состояние Хотя На самом Деле Я Был Всего Лишь Голоден То Есть До Такой Степени Он Был Голоден И Вот Он Говорит Однажды Я Сидел На Дороге Через Которые Люди Проходили Но Он Сидел Специально Не Было Возможности Где-то Найти Еду Поесть И так Далее И Вот Проходил Мимо Абу Бакр Я Я Спросил Про Аят Абухурей Я Спросил Про Аят Из Книги Аллах Я Спросил Его Об Этом Аят Лишь Для Того Чтобы Он Накормил Меня Но Он Опять Прошел И Не Сделал Этого И Вошел К Себе Домой Абухурей Говорит Я Прошел Еще Немного Я Упал Лицом Вниз Упал На землю От Голода От Усталости И Вдруг Увидел Что Уйдет Посланник Аллаха То есть И Он Встал Над Ним И Увидев Абухурей Пророк Сал Сал Улыбнулся Он Говорит Взял Меня За Руку Поднял Меня Понял Что Со Мной По Лицу Это Указывает На Проницательность Пророка Сал Сал А Затем Сказал Я Абхар Сокращенно Хурейра Это Котенок Абхар Отец Кота Отец Кота Следуй За мной И Абхар Говорит Я Сказал Вот Я Перед Тобой Послан Никола То есть Слушаюсь Иду За Тобой И Он Говорит Я Пошел За Ним Пророк Зал Зашел К себе Домой Я Попросил Разрешение Зайти Вместе С ним Мне Было Разрешено И Он Нашел Некий Сосуд Чашу С Молоком Факваль И Спросил То есть Пророк Солстан Откуда Это Молоко Ему Сказали Тебе Его Подарил Такой То Человек Или Такая То Женщина И Тогда Пророк Солстан Сказал Ау Абу Гир Абу Гир Ответ Солстан Вот Я Послание В В Отдаленной Части Мечети Пророк Солстан То есть Навес Был Такой Специальный Где Эти Люди Оставались Все Это Были Переселенцы Из Мекки В Медину У Которых Не Было Там Ни Жилья Ни Еды То есть Те Которые Только Только Приехал Только Только Переселился Их Туда Помещали Кстати Согласно Одной Из Версий Нибыто Ассуфия Как Течение Пошли Отсюда Потому Что Суфа Хотя Это Мнение Считается Слабым Потому Что Если Бы Так Было То С С точки Формулировки Это Было Суф Суф А Не Суф Е Некоторые Так Говорят Это Так Для Общей Эрудиции Вот Возвращаемся К нашей Основной Истории То есть Пророк Саласал Отправляет Абу Хурейру К Этим Людям К Этим Переселенцам Нуждающимся И Говорит Позови Их Сюда А Ничего Нет Еды Нет Только Чашка С Молоком Это И Абу Хурейра Смотрите Абу Хурейра Передатчик Этого Сообщения Что Говорит Передает Свои Мысли Мне Стало Тяжко Я Сказал То есть Про себя Он Это Сказал Мысли Что Это Молоко До До Агльсуфа Я Имею Больше Права На То Чтобы Получить Этого Молока Чтоб Попить Его И Набраться Сил Абу Хурейра Говорит То есть Это Его Мысли То О чем Он В Этот Момент Думает Но В то же Время Я Его Посланник То Посланник Посланник Аллаха К Ним Ну в общем Но в конце Абу Посланник Посланник Они Они Пришли Попросили Разрешение Войти Им Было Разрешено И Они Уселись То есть Зашли В дом Пророка И Сели И Тогда Он Сказал О Абу Сосуд И Начал Дал Одному Человеку И Тот Начал Пить До Тех Пор Пока Не Напился Затем Он Передал Этот Сосуд Этот Кубок Другому Человеку Тот Начал Пить До Тех Пор Пока Не Напился Следующему До Тех Пор Пока Тот Не Напился Следующему До Тех Пор Пока Тот Не Напился И Так Далее Хатта Ин Тегейту Пока я не принес эту чашу, этот сосуд пророку, и все люди напились, все люди напились этого молока. Тогда он взял эту чашу и дал мне ее в руки, потом посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, «О, отец кота, я сказал, вот я перед тобой, посланник Аллах». И он сказал, то есть пророк со своими говорили, остался я и ты, у Абу-Хурера. И он сказал, то есть Абу-Хурера сказал, ты прав, у посланника Аллаха. И тогда пророк в мире ему сказал, садись и пей. И вот наступил момент истины для Абу-Хуреры. Он сел и начал пить. Начал пить это молоко, пил, и пророк со своими говорили, пей. И он пил, а пророк со своими говорили опять же ему, пей. До тех пор, пока Абу-Хурера не сказал пророку, «Нет, клянусь тем, кто направил тебя с истины, то есть все, уже молоко в меня не заходит, уже некуда. То есть не могу я больше пить». И тогда пророк сказал, покажи мне, то есть покажи мне этот сосуд. И он, говорит, я передал этот кубок. И он восхвалил Аллаха, затем сказал, бисмиллях, и начал пить то, что осталось. И далее Абу-Хурера говорит, я встретил Омара и упомянул ему о том, что произошло со мной. «И я сказал ему». То есть ему он на самом деле рассказал вообще мотивы свои, почему он попросил его аят зачитать этот и так далее. Он говорит, но Аллах направил или доверил это тому, кто более достойен этого, нежели ты, Омар. «Ведь клянусь Аллахом, я попросил тебя зачитать этот аят, тогда я лучше тебя могу его зачитать». И тогда Омар сказал, клянусь Аллахом, дабы взять тебя в тот момент к себе домой, было бы любо для меня или любимей для меня, нежели красные верблюды». То есть Омар выразил свое, скажем, сожаление о том, что он не смог этого сделать, пригласить Абу-Хурера к себе домой. Итак, из этой истории что мы видим? Мы видим, что Проксал Саэм был проницательным, внимательным, то есть он видел по внешнему виду людей, что они нуждаются, и откликался. То есть был отзывчивым человеком с этой точки зрения. Теперь на что указывает этот хадис? Этот хадис указывает на то, что человек, если в доме, то ему следует сначала угощать людей. То есть мы вот таким образом еще и адабам обучаемся, то есть хорошим манерам. То есть важно угощать людей и следить за этим. Этот хадис указывает на чудо, которое произошло, потому что молока на самом деле было мало, а столько людей напились этим молоком. Этот хадис указывает, но дозволенность есть досыта. Хотя это делать все-таки желательно очень редко. То есть важно по сути всегда оставлять еду, питье с легким чувством недоедания. Это важный момент. И тогда не будет никакой абсолютно нужды в никаких диетах, в никаких ограничениях, никаких специальных режимах питания, что сейчас является очень модным. То есть отдельно подчеркивается. То есть не должно быть нормы, что человек постоянно ест досыта, наедается, поскольку это прививает человеку лень. В первую очередь его отвлекает от поклонения. Хадис указывает на то, что благоразумно, правильно скрывать свою потребность. То есть и приоритетнее и лучше намекать на нее, нежели открыто говорить о своих потребностях. Это тоже хорошая манера. Потому что когда человек прямо говорит о том, что нуждается, то это может быть воспринято или быть видно со стороны, словно он попрошайничает. Это, конечно, не касается отдельных взаимоотношений между очень-очень близкими людьми. То есть это отдельная тема. Имеется в виду в обществе, в общем среди людей. Указывает на великодушие посланник Аллаха, на то, что он предпочитал своим нужным потребностям, нужды потребностей людей. Указывает на то, в каком, то есть это история, на каком тяжелом состоянии жили вообще, в тяжелое время жили сподвижники. Указывает на достоинства Абу-Хурайры, на то, что он не ходил в открытую, не там, просил, хотя он был в таком состоянии. Указывает на то, что если человек даже, да, пришел домой, его позвали, просить разрешения войти. Потому что он шел за пророком, саласалим, пророк вошел, тем не менее он попросился войти. Это тоже хорошая манера поведения, норма поведения. В следующий раз продолжим. В следующий раз будут еще более интересные истории. Как пророк, саласалим, опять же, звал, как он распределял агли суфа, именно людей, которые жили под этим навесом. Все очень интересные истории. Сабду, Сабу Бакрам, Всему Сыну, Намтор Рахманам. Ашала, не пропустите.